Ты красавчик, ты такой маленький, ты такой красивый. В сквер привезли только пять щенков. В приюте остались еще 20. Все вольеры заняты, в них живет почти 200 собак. За один раз животным готовят по три мешка крупы. Малыши едят рис с мясом. Обстановка в приюте всегда сложная, говорит Александра Плотникова. Много лет она была волонтером и продолжает помогать сейчас. Я сама не могу на улице мимо таких животных пройти. И с детства каждую кошечку покормишь, и собачку покормишь. И, наверное, только поэтому, что сама такая. Александра только начинает творческий путь. Ее основная специальность не имеет отношения к танцам. Но именно этим делом она мечтает заниматься. В прошлом году создала коллектив. Сама придумывает постановки. Для акции ее студия подготовила пять номеров, два стихотворения и один флешмоб. Поддержали инициативу девушки и работники других организаций. Например, библиотека привезла 30 книг. У нас в библиотеке, можно сказать, есть такой небольшой фонд, который также состоит из пожертвований, получается, читателей, которые приносят нам замечательные новые книжки. Очень в последнее время стали любить фантастику. Искитимцы получали книгу в обмен на корм. Как выяснилось, у многих дарителей дома тоже живут питомцы. У меня дома две, и на улице еще две щенки. А где вы их взяли? Щенки родились у собаки. И мы раздаем их, так берут люди. Пакеты с дарами постепенно наполнились, а вот вольер так и не опустел. Одного из пяти щенков все же забрала девочка. Однако этим же вечером рыжего щенка нашли в одном из дворов Искитима и привезли обратно в приют. В ходе акции было собрано более 20 килограммов корма и 6100 рублей наличными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова